В ночь на 6 июля по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в сожжении своей сожительницы. Это случилось накануне 5 июля в квартире пятиэтажки по улице Зинаиды Коноплянниковой. В расположенную неподалёку под станцию скорой помощи прибежал кто-то из соседей. Помогите! Женщина сильно обгорела. Через считанные минуты врачи на карете скорой доставили потерпевшую в ожоговое отделение областной больницы. Около 80% поражения тела тяжёлое. Оценили состояние 43-летней пострадавшей врачи. Сыщики быстро вычислили. К трагедии причастен бывший сожитель потерпевшей. По данным следствия, неделю назад они расстались. Мужчина пришёл к женщине забрать свои вещи. Вновь вспомнились прежние обиды. Слово за слово. Подозреваемый взял бутылку с ацетоном, облил хозяйку квартиры и поджёг. Женщина вспыхнула. Мужчина выбежал из квартиры. Спустя несколько часов после случившегося сотрудники управления уголовного розыска ОМВД совместно с коллегами Заволжского отдела полиции задержали подозреваемого. Юридически он не судим, хотя и попадал в поле зрения правоохранительных органов. В Заволжском межрайонном следственном отделе по городу Твери регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело покушения на убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Твери задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. В гараже подозреваемого в ходе обыска обнаружены и изъяты две гранаты, четыре винтовки, один обрез, банка с порохом и 120 патронов различного калибра. По результатам баллистического исследования установлено, что изъятые патроны изготовлены заводским способом и относятся к категории боеприпасов для нарезного спортивно-охотничьего оружия, пригодное для стрельбы. Оружие и гранаты также направлены на экспертизу. Установлено, что мужчина последние 10 лет занимался раскопками на территории Тверской области в местах сражений времён Великой Отечественной войны, а найденные трофеи хранил в гараже своего дома. Там же он занимался реставрацией деталей и собирал из них огнестрельное оружие. Дознавателем ОМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.